МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь, сейчас, на Брянской губернии, в студии Артём Сухоломкин. Здравствуйте. Сегодня гость студии, генеральный директор государственного унитарного предприятия Брянск Коммунэнерго Александр Грабаров. Александр Николаевич, приветствуем вас в нашей студии. И мы вас с удовольствием рады видеть. Александр Николаевич, спасибо. Третий летний месяц уже на исходе скоро будет, но, тем не менее, пора жаркое. Лето вообще. Насколько это жаркая пора для Брянск Коммунэнерго? Ну, жаркая пора. Спора нет. Но задачу, поставленную губернатором предприятия Брянск Коммуна, к 15 сентября выполнят. Какие задачи за этот летний период? Насколько я понимаю, это больше 400 котельных. Это огромная работа. 413 котельных введений Брянск Коммунэрго. Более 800 километров в трудном исчислении сетей. Как и прошлые годы, 5% по решению правительства будут заменены в этом году. Десятки котлов отремонтированы. 4 котельных субсидированы областным бюджетом будут. Также 15, не позднее 15 сентября введены в строй. Ну и капитальный ремонт, текущий ремонт пройдут. Многие объекты из, в нашем введении, 413. Александр Николаевич, вот труба, вы сказали, 1600 километров, если в однотрубном исчислении. 800, 1600, это огромная цифра. Сколько километров в этом году поменяют трубы? Около 40. Вот эти темпы набраны в последние годы. За 7-8 лет примерные цифры есть? Сколько поменяли? Более 200 километров. В двухтрубном. В двухтрубном. То есть 400 в однотрубном. 5% в год, что это дает? Почему вот такая цифра именно 5%? Такая цифра установлена, чтобы в период 20-летний заменить все 100% в сети. Зимой какой это результат дает? Потому что мы-то знаем по публикациям. А вы сами судите, какой результат. В январе 2016 года предприятие потребило в денежном выражении 562 миллиона за газ. Свет также в 22-м году, в январе месяце, предприятие потребило газа на 504 миллиона рублей. Та работа, которая была проведена за эти годы, хотя по плану, планировалось уже в эти годы не менее 800 миллионов в месяц зимний потребление газа. Поэтому вот такая разница. Примерно на 200-300 миллионов в месяц в зимний период мы потребляем газа меньше. В этих цифрах вы видите цифры. Люди видят меньше раскопок, меньше аварий и меньше проблем. Раскопок с моим приходом в марте 2016 года, их было более 150 в зимний период, они остались незакрыты. Сегодня мы работаем 10-15 в таком интервале. Ну, может, когда-то в сезон 20 бывает, но ставим задачу, чтобы к 1 октября их практически не было. Ну, может, 2-3-5. На объектах, в которых мы еще продолжаем какие-то работы, благоустройство, если мы будем готовы, а мы не сомневаемся, к 15 сентября, то какие-то мелкие работы мы еще будем продолжать, ну, примерно до первых сестил октября. Александр Николаевич, профремонты котельных, которые сейчас идут летом, здесь, прежде чем задать вопрос, я позволю себе ремарку. Наверное, вы об этом не скажете. Я читал на одном из форумов ВКонтакте микрорайона. Там люди возмущаются, почему котельная 2 недели стоит на профремонте, котельная частная. А возмущаются, почему? Потому что через дорогу есть котельная Губ-Бринс-Коммунарга, которая там раза в 2, наверное, больше, квартальная, которая ремонтировалась меньше двух недель. В какой-то степени вы задаете темп. Как удалось вот этот вопрос сдвинуть с двух недель? Первые дни моей работы губернатор Луна Санунастич Богомаз ставил задачу, как можно меньше в летний период, производить профремонт. Первый год-два было это сложно. Есть технические нормы, от которых мы не можем уйти. Это и горячие ГВС, это профилактические работы, связанные с качеством и здоровьем наших граждан. Поэтому мы здесь не можем. Но две недели мы, это очень редко, и практически такого нет. Хотя многие непонятно, каким данным откуда-то берут, что мы по месяцу ставим. Мы вообще в мою бытность ни разу месяц не стояли. А так, даже самые жесткие критики испытали, что бывает и небольшие наши объекты, они 3-4 дня. Мы не допускаем больше. Если есть необходимость увеличить срок, но не более двух недель, то это должны согласовать со мной. Какие основания, в чем проблема, и тогда я могу разрешить, если это требует для того, чтобы в зимний период была надежна подача как тепловой энергии, так и ГВС. – Ведь вот эти две недели, это не только дома многоквартирные, это же и объекты… – Это связано, чтобы вы понимали, и жители наши понимают, это связано с экономией энергоресурсов. Поэтому частники, они строго держат, потому что это выгодно. Мы дополнительно потребляем газа на 50 миллионов за летний период, не выдерживая две недели. – То есть можно было бы сэкономить, но в детский сад ребёнка ещё дня три не вадить? – Здесь простая схема. Я своим помощникам говорю, что попробуйте, как это будет выглядеть, если ребёнка некуда. Ни бабушек нет, ни дедушек. Семья работает, это проблематично. В это время мы, сделав ремонт за 2-3 дня, ещё выжидаем две недели. Поэтому мы от этого ушли, как бы там кому не нравилось, как бы нас не критиковали, но мы сегодня редко, где бываем 8-10 дней, редко. Поэтому к этому моменту мы готовимся, мероприятия отрабатываем, материалы закупаем. И максимально у нас есть серьёзные бригады сегодня. Я думаю, что они довольны заработной платой. И они оперативно, за несколько дней, всю эту подготовительную работу к новому отопительному сезону выполняют достойно. Я их за это всегда благодарю. – Александр Николаевич, насколько я понимаю, вы можете перемещать из района в район, то есть где большой объект, туда могут, как говорится, съехаться и быстро, моментально всё это сделать, вот в эти условия. – Ну, несколько лет уже работают 5-7 районов ежедневно в городе Брянск. Это позволяет нам, мы проводили всевозможные мероприятия, конкурсы. Но Брянск, как ни другие наши муниципальные районы, находятся в худшем состоянии. Особенно это беженские и советские районы. Мы ежегодно перевыполняем замену не 5%, а 6% и 7%. Ну, пока ещё есть над чем работать. – Ну, потому что десятилетиями это всё разваливало. – Ну, то, что отсталить, очень сложно наверстать. Поэтому 5,5-6%, да, ну, если бы это все года было 5, то проблем бы таких не было. – А были, когда и 1,5, и 2, и 3, по-разному. Только 15-й год было 33 километра заменено, это где-то около 3,5-4%. А так всё было меньше намного, и были года совсем, о которых лучше не вспоминать. – Да, это как страшный сон, потому что сайты откроешь, где-то там порыв, там порыв, там замерзают. И другие регионы, когда смотришь, там ЧАЭС, там уже и отопители повезли, провода разматывают, чтобы люди вообще не замерзли. – Ну, есть проблемы у нас, но мы пытаемся их оперативно устранять. – Ну, таких, чтобы и не было. – Александр Николаевич, в начале нашей беседы вы сказали 413 котельных, но вот эта цифра, насколько я понимаю, меняется. Есть котельные, которые закрываете, есть которые строите. Что это позволяет, и какие сейчас объекты строят интересные? – В четырёх городах Брянской области и в этом году капитально меняется полностью оборудование. Есть и новый объект – это Пагар, это Злынка, город Брянск, Брянский район. Поэтому ежегодно мы осваиваем субсидию с областного бюджета. Это те объекты, которые изношены на… сложно выразить, сколько процентов. – Совсем убитые, совсем старые, да? – Да. Брянский район в одной части передал ещё до меня 33 объекта, убитые до нуля. Вот все эти годы мы с ними работаем. Ну, уже в этом году, можно сказать, там ситуация другая. Мы сегодня берём ещё 8,5 километров теплотрасс безходных в городе Брянске. Конечно, они нам определённые трудности создадут, но для брянщины, для брянцев это будет лучше, чем они долгие десятилетия находились в бесхозном состоянии. Это ещё надо в ночное время определить, чья она, кто будет ремонтировать. И это всё время, это всё лишние проблемы. И это всё не даёт надёжно эксплуатировать системы теплоснажения Брянщины. – Ну, здесь имеется в виду социальная нагрузка, потому что не возьми Брянскому энерго. – Конечно. Волнение людей. – Кто их возьмёт? Александр Николаевич, наши зрители знают, что сотрудники Брянскому энерго в главе с вами выезжали в Луганскую Народную Республику, Брянку. Какие задачи поставлены? Что выполнили? – Ну, первую сдачу поставленную губернатором выполнено, оперативно, качественно. Я думаю, кто присутствовал, жители и работники, мы меняли полностью систему ЦРБ центральная. – А райдер-болец? – Это и основную трассу, и все вспомогательные здания, все были заменены теплотрассой. Пять дней работали с шести утра до восьми вечера наши работники, за что им огромное спасибо. Поставленную задачу выполнили, за пять дней уехали. Второй этап нашей работы – это три объекта мы должны восстановить там в районе 15-го тоже сентября. Эти объекты, это блочно-модульная котельная, мы приобретем 28-го августа. В течение недели, десяти дней, также с выездом, я думаю, выполним поставленную задачу. – То есть сотрудники в режиме нон-стопа и справляются, на ваш взгляд, хорошо? – Да, очень хорошо. Главный врач ЦРБ, говорит, не видел таких работников с времен советских, чтобы в шесть утра начинали, все знают, что делать. Мы выезжали с собой и технику, в общем, все, от фонарей до плащей. Поэтому, еще раз говорю, спасибо главному инженеру, Касацкому Михаилу Михайловичу. Организовали все учения пяти дней и оперативно выдвинулись в родной город Брянск. – Из Брянки? – Да, из Брянки. – Людям о чем надо напомнить? Что если какие-то проблемы с горячей водой, либо с отоплением, в первую очередь кому звонить? – Конечно, надо обратиться к тому, кому платите за услугу. Мы не против, чтобы и нас беспокоили, потому что бывает звонков, может, не десятки, а сотни, но еще присутствует на каждой территории, в каждом доме управляющая компания. Почти. Она берет сумму за эту работу, и она должна каждый отопительный сезон появляться у жильца дома. Я думаю, ее проблема дождаться. Но, тем не менее, требовать должны это. Мы подаем тепло до теплоузла. – То есть до входа в дом, как правильно? – Далее – это управляющая компания. Даже мы не имеем права никакие квартиры никуда заходить. В квартирах многие сегодня уже обзавелись, как говорят, теплыми полами. Это сразу соседняя квартира теряет несколько градусов. Много кое-чего делают наши жильцы, к сожалению, самовольно. В системе энергоснабжения, газоснабжения такое недопустимо. – А у кого эти градусы украли, они думают уже… – Конечно. Они жалуются, что вот там 22, у меня 18 или 16 даже. – Не дотапливают. – Поэтому да. Много жалоб мы комиссионно выезжаем. К счастью, нашей вины практически нигде нет. – Ну, я помню, когда трубы не промызли в доме, а при вовремя с губернатором там жилилась. Сегодня создана и в Брянске дополнительно бригада, и юго-западная территория объезжаем. Мы принимаем активное участие в подготовке к отопительному сезону. Когда-то был, вы знаете, прямой провод, и когда показали, как в обратку идет то, что должно быть прозрачное цвета кофе… – Да, и такой хорошо заваренный. – Многие догадались, как готовили этот комплекс к отопительному сезону. – В этом доме. – Его никто не готовил. Да, и, к сожалению, наш работник тоже подписал. И такие случаи бывают, но того работника нет у нас уже. И никто не останется продолжать работу, если будет подписывать неприсутствие на этом мероприятии. Для этого предостаточно сил, штат, техники, чтобы эту работу делать качественно, на совесть. Тогда будет другая температура у каждого квартиры, независимо от любых других факторов. Но если из года в год не промывается, это очень опасно. – Александр Николаевич, спасибо большое, что нашли время прийти на Брянскую губернию, ответить на наши вопросы. Успехов в работе, и чтобы никаких аварий… – Да, и вам спасибо за совместную работу. Общая задача наша – это подать людям услугу качественно, в срок. И чтобы… Ну, я не хочу говорить о жалобах. Я когда приехал в ваш любимый город, то их было тысячами телефоны. Ну, сегодня по всем направлениям есть успехи, но, к сожалению, еще полно вопросов, над которыми надо работать. Спасибо. – Спасибо большое. Нашим телезрителям я напомню, что сегодня гостем на Брянской губернии в программе «Здесь сейчас» был Александр Николаевич Грабуров, генеральный директор «Брянск Коммунэнерго» ГУП. Также для вас в студии работал Ратем Сухолумкин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова